Слушайте доктора. Не влезать в кухню Элады и не интересоваться, какие же программы сейчас предлагаются клиентам, куда лучше пойти. А сказал мне Владимир Захарович, что Светлана, задавайте вопрос у меня как женщина. Вот что вас интересует, я все расскажу, да, Владимир Захарович? Про программу я все равно спрошу, но меня интересует следующая вещь. Я, готовясь к нашей сегодняшней встрече, где-то прочитала, что мне даже показалось сначала, что у вас, но вы категорически от этого это отрицаете, что сейчас в наше время женщины все больше отказываются от пластических операций. Я сейчас говорю, например, про пластику лица и про подтяжку лица, а переходят на различные малоинвазивные методы, на филеры, на уход все больше. То есть это действительно такая тенденция или все-таки наступает какой-то возраст, когда ничто не может сравниться с пластикой, ничто не может сравниться с аскальпием хирурга? Свет, вот смотрите, значит, вот такой вопрос очень широкий, и я бы тут, конечно, много мог бы вот с этого начать, с этого, с этого, с этого. Ну, давайте так, я все-таки врач в первую очередь, да, то есть я занимаюсь, конечно, сейчас коммерческой медициной, бизнесом. Там, ну, все, что я лечил людей, там, я инфекционист, специалист, пособоопасная инфекция. В общем, как-то так, вот. И поэтому у меня все равно подход остался, ну, врачебный. Во-первых, давайте начнем с того, что есть понятие комплекс, и вообще только в комплексе можно решить любую проблему, если мы говорим вообще о медицине, да и, собственно, вообще о жизни, да. То есть есть понятие комплекса, всему свое время. Значит, по поводу вот того, как вы обозначили сейчас тему, я вам вот что хочу сказать. Значит, никто не отменял притяжение Земли, и кожа под вот именно вот таким воздействием с годами, теряя свой турок, там, ну, то есть. Эластичность, ну, не будем углубляться в подробности, да, она начинает постепенно, как бы, опускаться вниз. То есть есть возраст, когда надо поддерживать, да. Ну, я не хочу приводить там, как у Шанель, который говорил, что сначала мы имеем то лицо, которое имею, а потом и то, которое заслужили. Дальше по тексту, да. Вот про то, что заслужили. То есть есть возраст, когда можно обойтись тем, что называется косметологические средства. Это космоцевтик, как сейчас у нас, потому что сейчас очень как-то отходит вот именно от косметики, а на смену идет космоцевтик. То есть это препараты, которые соединяют в себе и то, что называется у нас косметикой, и то, что имеет лечебный эффект. То есть это очень хорошее, интересное уже там достаточно много фирм выпуска именно космоцевтик. В общем, что это здорово, ну, не стоим на месте. Но наступает какой-то момент, когда это становится недостаточно. И поэтому скальпель хирурга, и вообще скальпель хирурга решает проблему радикально. Вообще, вот уж если вы затронули тему, я вам просто скажу, как женщине, все надо делать последовательно. То есть не надо бежать на операцию сразу. То есть надо подготовить кожу. То есть для этого есть косметолог. Если мы вообще говорим сейчас об этом, а не Эллади, потому что Эллади – это многопрофильная клиника, и мы занимаемся далеко не только пластической хирургией, к слову сказать. Но мы сейчас говорим об этом. И подготовить кожу, сделать операцию и продолжать ходить к специалисту, которого вы полюбили, косметолога, пользоваться какими-то средствами. Ну, если вы заинтересованы в конечном результате. Вот давайте так скажем, да. То есть нельзя остановиться, условно говоря, ну, это как при лечении гипертонии, чтобы было понятно. То есть если гипертония есть, есть прекрасные медикаментозные средства, их надо применять, давление будет стабильно, но применять их надо всегда. То есть вы хотите выглядеть хорошо, значит, обращайтесь к специалистам. Тут есть еще один момент, который можно было затрогать, но тема тоже очень широкая. Знаете, вот есть такое понятие, как мифы. То есть мифы, 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 мифы древние грецкие. Назовите несколько. Нет, я просто по поводу тоннажа. Ну, очень многие у нас почему-то считают, что результаты оперативного медицинства видны. Швы, рубцы, перекосы, значит, там что-то такое. Это вот те страхи, которые прежде всего останавливают от похода к хирургу. Давайте я назову две вещи, которые, в общем-то, это выбор клиники, выбор врача. Вот и все. Потому что если мы говорим о специалисте, а я лечусь надеждой, что в Элладе работают специалисты очень высокого уровня, потому что я, может, на что-то и жалею денег, но кроме как на учебу, потому что сам всю жизнь учился. То есть мы учимся, 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 все. У нас специалисты учатся, в общем, как завещал некий мужчина. Мы в этом плане очень четко придерживаемся вот этого завета. И я смею полагать, что они специалисты высокого уровня. Поэтому вот два этих фактора, да, то есть выбор клиники, а выбор специалиста. То есть клиника, которая должна иметь какие-то традиции, специалиста, которая должна иметь опыт. Я вас уверяю, не будет видно ничего. И я вас могу точно сказать, что определить, что на лице, та генетическая смесь, которая вам досталась от родителей, или работа хорошего врача, зачастую просто не будет. Ну, еще раз повторяю, ну, как всякое, что-то хорошее, это стоит, естественно, каких-то денег. Но выбирайте клинику, выбирайте врача. И результата видно не будет, понимаете. Вот это я вам, соответственно, человек, который уже 18 лет работает в Алладе. То есть не как специалист по инфекции, а как человек, который занимается сейчас вот таким вопросом. А скажите, если мы говорим сейчас о пластических операциях, которые касаются лица, за вот эти 18 лет, что вы возглавляете... Я правильно понимаю, что 18 лет возглавляете медицинский центр? Да, я практически это возглавляю. Какой прогресс достигли врачи в этой области? Что изменилось? Вот вы говорите сейчас, то, что видны последствия операции, это миф. Но раньше правда это было видно. То есть я до сих пор знаю людей, которые в те времена делали операцию, и до сих пор эти рубцы, в общем, в принципе, на месте. Что изменилось в технологии? Что позволяет сейчас врачам минимизировать всякие последствия хирургического вмешательства? Это вы хорошо сказали. Сейчас, да, вот вы 18 лет. А вообще-то проблема связана с пластическим... Она давно существует. Ну, и ее давно. Не знаю, если верить тому, что я читал, а я обычно верю тому, что я читаю, то на папирусах в Египте полторы тысячи лет уже описывались операции, которые делались тогда на лице. Есть подтвержденные данные, что в Индии 500 лет до нашей эры делались операции на лице и нос, в частности. Сейчас я боюсь, Сержи Галеватцо. Это тот, кого мы считаем основоположником пластической хирургии. 17 век, Италия. Вот эти уже подтверждения точно, потому что бумага была запретена, и книга печатная тоже. Остались от него очень интересные заметки по восстановлению форума носа. Вообще говоря, вообще, вот если вот взлет пластической хирургии как таковой, он произошел... Если вам интересно, конечно, я не знаю, но вы надеетесь... Я думала, что слушателям тоже интересно. Раз уж вы не дали карт-блан, что мы сегодня обо всем, что меня интересует, поговорим. Ну, вы хорошо подвинули, я что-то вспомнил. Значит, вообще вот взрыв, что называется, пластической хирургии, чтобы вы были в курсе, он произошел в Европе после окончания Первой мировой войны. С фронта возвращалось очень много людей, покалеченных. Это еще не было так широко. Люди, которые хотели вступить в новую жизнь, там, ну, я не знаю, ремарк, три товарища, условно говоря. Люди вот хотят начинать новую жизнь, да. А много было покалеченных, лица были повредены, а им хотелось... И вот тогда вот это вот началось очень серьезно. Я хочу вот что сказать. Пластическая хирургия – это не игрушка. Это не игрушка, которая создана на забаву женщинам. Это не в парикмахерской ходить. Нет, нет, вот это очень хорошо сказали. Не надо путать. То есть божий дар и яичницу. Я никого не хочу обидеть. Но и парикмахерская, наверное, делает искусство по большому счету, если мы говорим о специалисте. Я говорю о том, что пластическая хирургия – это просто отрасль медицины. То есть туда не приходят люди, которые, не знаю, раньше там занимались валкой леса, а потом пришли и стали заниматься. То есть это специалисты, врачи, имеющие высшее медицинское образование. Много очень специализаций. То есть пластический хирург на сегодняшний день, чтобы стать пластическим хирургом, надо иметь по общей хирургии сертификат. Надо быть специалистом в области челюстной и лицевой хирургии. Два года интернатуры надо пройти. И только после этого ты сможешь… И это уже достаточно давно. Это обычно медицин. То есть там работают врачи. Сколько пластических хирургов в «Алладе» работает? Значит, два, я бы сказал, основных, что называется. Вообще пластический хирург, конечно, для «Аллады», как военный, я вам говорю, это, ну как, сейчас скажу, чтобы меня поняли, танковый полк для пехотной дивизии. То есть многопрофильная клиника, очень много. Но, естественно, пластические хирурги, они востребованы, они вот такой танковый полк. Ну, два хирурга, да, у нас всем широко известны, да, Сергей Владимирович Костицын, Буш Медицинский. Вот, но у нас ведь работает очень много других врачей, которые тоже занимаются пластической хирургией. Сейчас в тренде, не люблю таких слов, но это тренд. В тренде это пластика гинекологическая, женских полохов, исключительно востребована. У нас прекрасные специалисты. Женщины, наконец, задумались о том, что нужно продлевать качество жизни своей. Я не знаю, можно ли это говорить по радио, но рынок переполнен в этом смысле. Можно, а почему же нет? Я в том смысле, что женщины тоже могут. Это можно пока радио. Мы все сейчас... Наступило такое время, когда внешний вид и вообще весь этот образ имеет значение. Ну, вы же должны согласиться, да. Мы себя по большому счету сейчас продаем. Ну, то есть у нас сейчас не социалистические соревнования, в общем-то, да, а конкуренция во всех смыслах этого слова, да. И поэтому я думаю, что для того, чтобы себя вот как-то... То есть внешний вид имеет большое значение. Очень же много референтных лиц. Люди приходят, они смотрят. То есть, ну, вы знаете, пословица, да, у нас, что там встречают по одежке, провожают по уму, но первая фраза, что там по одежке встречают. То есть внешний вид стоит того, чтобы им заниматься. То есть фитнес-клубы заполнены там бегущими, там качающимися. В бассейнах там нельзя проплыть, чтобы не задеть еще 20 человек, да. Люди занимаются там каким-то бегом, спортом, теннисом. То есть они поддерживают себе свою фигуру. Ну, и женщины теперь это уже не гегемоны, в общем-то, да, вот здесь вот. Нет, 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 это совсем отдельная тема. Мужская аудитория тоже. И, к счастью, к нам приходят мужчины. Ну, у меня на это все-таки есть своя теория. Она, может, несколько такая гендерная. Ну, я все равно считаю, что за женщин платят мужчины, а мужчины за себя платят сами. И когда они за себя сами платят, там значительно шире все происходит. Ну, я не буду в этой теории. На более широкую ногу гуляют, да? Да, да. Ну, женщины, слава богу, сейчас самостоятельные. Как интересно. Это уже в практическую психологию тема у нас уходит. Ну, он же может для женщины выделить деньги, а для себя любимого как-то. Как на себя можно выделять? На себя надо тратить. Это разные вещи, но бог с ним, да. А, значит, очень много у нас работает мамолог-онколог. Это тоже пластические операции. Там мы восстанавливаем после различных тяжелых заболеваний. У нас работают прекрасные два лор-специалиста. Подождите, давайте мы, подождите, не будем спешить. Вот если вы говорите о мамологе-онкологе, а вы о каких сейчас говорите? О восстановительных операциях? О восстановительных операциях, да. Это очень важная история, потому что восстановительные операции в нашем онкологическом центре еще не производятся. Вы понимаете? А у вас они производятся. Вот, знаете, вот на этом месте сидел очень уважаемый Дмитрий Александрович Курдюм. Да. Я его очень уважаю, мы с ним давно знакомы, дружим. Моя дочь оперировала, так что тут есть. Интересно, да. Вот у нас с ним на счет всегда есть большая медицина и есть коммерческая. Я стараюсь всегда занимать те ниши, которые для большой медицины неинтересны. То есть они занимаются глобальными, они решением глобальных проблем занимаются. Они занимаются здоровьем людей. Мы занимаемся эстетикой. Еще раз повторю, у нас многопрофильный центр, очень много специалистов, которые занимаются здоровьем. Но принципиально-принципиально мы занимаемся эстетикой. То есть основное наше направление. Владимир Захарович, правильно я понимаю, что женщина, у которой в результате онкологической операции удалена грудь, например, имеет возможность и в городе Кирове пройти восстановительную процедуру? Да, и на очень высоком уровне. Это значит, что будет две груди, как раньше. Все будет у нее. И так что, в общем, все будет замечательно. Правда, лишь бы, пусть будут все здоровы, конечно, но мы делаем предварительные этапы. То есть мы ставим стенды, подготавливаем ложи, кожу. То есть все серьезно. Нет, я еще раз повторю, это медицинский центр, это не игрушечный, это не косметичка, там что-то у нас. Я-то нисколько не сомневаюсь в этом совершенно. Нет, поэтому нет, нет, мы стараемся. Это очень важный момент. Но большой медицине, это вряд ли интересно, они должны спасти жизнь. Конечно, учитывая рост онкологических заболеваний сейчас, конечно. Это статистика. Это статистика. Вот, поэтому так, а теперь мы вернемся к тому, что, собственно, вы спросили. То есть, знаете, как в «Тысяча и одна ночь» сказка начинается, а в ней потом много, но заканчивается все равно первое. Вот, что изменилось? А вот это и изменилось. То есть, изменились многие подходы. Во-первых, вооруженность изменилась. То есть, у нас появилось много оборудования. То есть... Лазеры на службе. Лазеры мы приобрели вот только что, новейшие, российско-американские. То есть, там у нас в политике ссорятся, а ученые работают. Лазер... Вот прям летом у нас было два приобретения шикарных. Это лазер и, значит, оборудование для липосакции. У нас было оборудование для липосакции, оно отработало, но сейчас липосакция снова становится более востребованная. А я вижу, что кроме лазеров за это лето, вы приобретенных, вы еще и квалификацию своих специалистов снова поднимали. А, ну, чтобы работать на оборудовании надо. Вот по липосакции, например, да. У меня специалист съездил в Германию, в Калининград. То есть, пообщался со специалистами. И они были и так готовы. Но еще раз повторяю, нельзя стоять на месте. Появляется много. Сейчас у меня специалисты должны уехать в Казань, там, новые методики по доступу при увеличивающем ампластике. То есть, там вообще шрам не будет видно. Специалисты уезжают у меня в январе на конференцию, связанную там с новыми тенденциями. Я сейчас буду стессию наостанавливать. Вы подождите. Вы так говорите. Я понимаю, что у вас много планов, но вы мимо таких важных моментов проходите. Что мой женский ум и моя женская суть, она просто возмущается. Подождите. Вы заговорили про липосакцию. Давайте липосакцию. Подождите. Это интересно. Потому что, кроме того, что удаляется жир липосакции, я тут тоже посмотрела, что вы физическую вот эту ткань используете также для липофилинга. То есть, это одновременно. Кстати, давайте подробнее. Вы приобрели аппарат, вы обучили специалиста, и теперь какая услуга или какие услуги или какой комплекс доступен в ЭЛАДе? Что мы получим? Получите прекрасный результат. В зависимости от того, что вы хотите. Расскажите. Давайте мы тогда определим, что липосакцию. Не вопрос. Вы говорите пример. Как вы себя вообще липосакцию понимаете, чтобы у нас был разговор, что называется? Ну, я себе представляю, значит, даму или даже девушку молодую всякое бывает. Давайте даже мужчину, потому что обращайтесь к некому человеческому особенному. Вы слышали вчера, а сейчас нет понятия беременной женщины, беременные люди. Ну, чтобы никого не обидеть. Это не в России такое понятие. Вот. Ну, то есть... Ну, давайте клиент, пациент. В смысле психологии, то, конечно, да. Хорошо. Вот есть клиент, пациент. Он приходит. Я себе так его представляю. Я сразу представляю такую фигуру, разрисованную врачом, такими кружками черненькими, овалами. Где мы сейчас все уберем и какой будет силуэт. Долгий восстановительный период. Относительно. Большие синяки, подтеки. Есть. Вот, значит. И дальше вот еще вопрос о там какой-нибудь, не знаю, фиброзе ткани. Значит, насчет фиброза ткани. Ну, все-таки мы давно занимаемся. Идаленные результаты у нас никогда не вызывали никаких особенностей. Это первое. Значит, второе. Липосакция, чтобы вы понимали, это не снижение веса, это коррекция фигуры. Снижать вес надо больше двигаться, меньше есть. Никаких других секретов в отношении того, чтобы быть стройным, нет. То есть, все остальное от лукавого. Больше двигаться, меньше есть. Все. И липосакция, она просто вот корректирует фигуру. То есть, она не снижает вес. Хотя бывает, и до 5 литров жира убираются. Это, еще раз повторяю, операция не связана с снижением веса. Это коррекция фигуры. То есть, убирают какие-то вещи, которые даже, занимаясь активным спортом, иногда просто трудно убрать по разным причинам. Например, колени, какие-то отложения в нижней части живота. То есть, можно качать те прессы, там будет подвисать что-то. Значит, это вот, чтобы было понятно. Для этого липосакция. А по поводу липофилинга. Липофилинг тоже достаточно востребованная процедура. Потому что это материал свой. То есть, генетически родной. Все свое. Ничего не должно пропадать. То есть, вот. И поэтому мы можем использовать этот материал для увеличившегося, например, для увеличения груди. И замечательно идет. Это не так продолжительный эффект будет, как у установления импланта. Но на полтора-два годика вполне может... Полтора-два года. Да, да, да. Бывает. Ну, может быть, это все зависит тоже от интиментра. Но я максимальная цифра. И это мы можем использовать при изменении формы... Ягодиц. Ягодиц, например. Да. Тоже. Не сказал бы, что у нас это сильно востребовано. Потому что мы... Ничего, наши мужчины смиряются с тем, что у нас не африканские. Ну, как-то да. Я бы не сказал, что какие-то высокие требования... В отличие от груди. Ну, от груди, да. С грудью тут все более-менее понятно. Ну, как это у нас святое дело. Вот. А в отношении... Вот ягодиц как-то странно. Ну, то есть, у нас не выстраивается очередь там за латиноамериканскими попами. Ну, вот как-то вот почему-то. Хотя, в общем-то, странно. У нас... Мы же и импланты ставим. Ягодицы. Да, ягодицы. Но за все это время было две операции. Одна была стриптизерша из Сыктывкары. Еще одна женщина, у которой была, видимо, богатая фантазия. Или у ее бойфренда. Я не знаю. Вот как-то с этим нет. Но, тем не менее, тем не менее, мы можем... Липофилинг применяется. И при операции, ну, на руках восстановить там. Потому что кожа здесь к возрастам становится несколько... Слушай, ну, такие, получается, приятные ручки. Ровные ручки. Да, да. Щечки. Там много чего можно... Но основное – это грудь и ягодицы. Что касается разрезов вот этих вот, как сейчас происходит липофилинг и липофилинг? Я насчет шрамов беспокоюсь просто. Не-не-не, шрамов там как раз нет. Там нечего шрамиться, что называется. То есть настолько они маленькие? Они большие, да. Они примерно по размеру вот того щупа, которым производится, собственно, вот этот отсос, который туда вводится. Нет-нет. То есть это не... Ну, не кесарево сечение. То есть там не располосовывают там живот или что-то. Это небольшие отверстия. А реабилитация после этих процедур надлительная? Ну, она по-разному тоже протекает. И это, в общем-то, такой тоже отдельный разговор. Там есть хорошее белье, которое мы предлагаем нашим клиентам. То есть они должны там какое-то время носить. Там полтора-два месяца. Там заживают, уходят, проходят, забывают. Через там три года возвращаются, через два снова. Ну, жизнь продолжается. И все-таки вот в этой процедуре сейчас кто... Она кем более востребована? Женщина или мужчина? Ну, нет. Женщина все-таки больше. Женщина все-таки, да? Ну, мужчины приходят. Я вот говорю, особенно со спортзалов. Ну, такие атлеты, знаете, которые вроде себя что-то подкачали, что-то накачали. И еще что-то дорабатывали. Ну, что-то, да. Вот здесь, кажется, сбоку не могут убрать там. Внизу живота чуть-чуть. И это нормально? С точки зрения чего? Ну, он уже качок такой еще приходит, что-то там себе убрать. Ну, это личное дело каждого советского человека. Это, кстати, один из тоже еще из мифов. Да. Это о том, что пластические операции, вообще все связано, люди с какой-то странной искаженной психикой. Бред собачий. Сразу говорю. Здоровые, вменяемые люди. Это мы говорили в начале. Мы себя сейчас продаем по большому счету. И поэтому психика как раз у этих людей наиболее крепкая, потому что четко понимают, да, что вот их внешний вид является уже каким-то вкладом капитала. Поэтому. Да. Это что касается липофилинга и липосакции. А второе вы сказали, вы сейчас Казань, по-моему, отправляете или куда своего специалиста учиться. Я услышала краем буквально уха, потому что вы очень быстро про это сказали. Это касается операции по увеличению груди. Да, увеличивающей мампластики. Что там нового вы хотите? Вы знаете, Свет, вряд ли мы сейчас сможем вот эту тему с вами пожевать как следует. А хотелось бы. Хотелось бы. Мужчины, думаю, сразу бы нас насторожились и послушали. Мужчины ходят как раз к маммологу-онкологу. То есть все, что связано у них там с какими-то изменениями формы груди, они идут к маммологу-онкологу, она прекрасно их оперирует там и все. В отношении доступов, это чисто хирургическая тема, можете прийти на консультацию, они хирурги вам более подробно расскажут. Я боюсь сказать, что уж совсем подробно. То есть я хочу понять, я хочу услышать, что что-то новое и здесь тоже постоянно возникает. Вообще все, что связано с оперативными вмешательствами, всегда претерпевает какие-то изменения. Поставили же мы эндоскопическую стойку, и мы стали делать эндоскопические операции, связанные, опять же, с увеличивающей мампластикой. То есть уменьшили разрезы, там подход, хирург видит ложа, когда она образуется, он видит на экране монитора, что там происходит. Сейчас там они какие-то подмышечные нашли какие-то. Ну, там, правда, люди работают. То есть мы же не занимаемся научной деятельностью здесь. А еще раз повторяю, что это область медицины. То есть люди работают, как в любой другой области медицины. Находят наиболее там благоприятные... Ну, опять же, вот все это... Ну, хорошо. Если мне будут звонить мужчины и женщины, расскажите нам все-таки про новые технологии в мамопластике, по увеличению груди придется... Вы скажете, сходите. Нет. Вот, вы знаете, если бы мы сейчас говорили об особо... Сходите к специалисту, мы всегда так говорим. Слушайте, доктор, у нас так программа называется. Нет, нет. Я не могу себя рядить в одежды пластического хирурга. Отправляйте... К кому? К кому к вам вот вы отправляете? К нашим пластическим хирургам. К вашим пластическим хирургам. К любому. К Владу. К любому они, то есть, все подготовлены в той степени, в какой это необходимо, чтобы лицо клиники было там красиво, не знаю, приятным и мило. Говорит Владимир Стейсин, генеральный директор медицинского центра «ЭЛАДА» в Кирове. И? Это я специально просто напоминаю, куда идти-то нужно. А, чтобы они не забыли... Медицинский центр «ЭЛАДА», да, к врачам, к специалистам. И, значит, все нет, вообще все к специалистам. Я врач, еще раз повторяю, я в своей природе врач. И я... Вот давайте так. Я то, что делал лейтенантом, уже вот в высокий зверь не делал. Потому что я стал больше понимать, и появилась больше ответственности. Когда я служил врачом полка, я там оперировал вовсю в медпункте. То есть, это делал, то делал. Когда я был уже врачом, что называется, с опытом, и в погонах там с двумя просветами. И я этого уже не делал. Много из того. То есть, вообще у меня была другая, так сказать, уже специализация. Но к тому, что когда у человека появляется опыт и понимание, он понимает, что не надо лезть в те области, в которых ты не специалист, если ты хороший врач. Занимайся тем, что ты знаешь и умеешь. А остальное, пожалуйста, к тем специалистам, которые... Поэтому я еще раз говорю, вот, пожалуйста, на консультации. Там много будет интересного, подробностей. Расскажут и про доступы, и про то, что сейчас. И давайте вернемся лучше вот к женской пластике. Очень мне нравится. Во-первых, врачи хорошие. Мы говорим про интимную пластику. Про интимную пластику. Да, мне очень это нравится. Ну, я боюсь сказать, как конечному потребителю. Ну, я не знаю, можно ли такое говорить в эфире. Но это правда здорово. То есть, это говорит о том, что самосознание, в общем-то, женщин поднимается все выше и выше. Ну, мы живем в определенном смысле в провинции. Потому что в центре, ну, я бы сказал, бум. Вот, Владимир Захарович, что тут говорить? В понимании русской женщины после 40 лет, вот еще до недавнего времени, всякая личная жизнь заканчивается. А мне тогда что, умереть надо уже? Вот. И когда вы рассказываете про то, что женщины сейчас вовсю пользуются услугами интимной пластики, это может значить только одно. Женщина себя осознает как женщина сейчас значительно дольше. Она стремится к тому, чтобы продлить свой молодой возраст. Она стремится к тому, чтобы у нее были полноценные, хорошие отношения с партнером, с мужем, с другом. То есть, она не заканчивает свою жизнь на том, что она вырастила детей, накормила мужа, он достиг каких-то вершин в карьере. Она думает о себе и собирается жить дальше. И слава богу, и слава богу, конечно. И это очень здорово. Это просто совершенно замечательно. Меня тоже это радует. Я солидарная женщина. Молодцы. Ну, у вас даже, скорее, больше, чем меня. Ну, в общем, наверное, можно сказать и так. Это правда здорово. И вообще, о косметологии, мы о них не говорим. Потому что давайте так вот плавно каладе, как непосредственно. Там девчонки вообще не вылазят из учеб. То есть, вот честно, мы же там работаем с разными фирмами. И там у нас поставщики разные. И девчонки ездят за границу. Сейчас одна из наших специалистов в Корее находится. Потому что все время появляется что-то новое. Все время развитие. И они пытаются все это внедрить. И это все очень интересно. Все это... Вот специалист проучилась у нас тоже в область синтимной пластики. Великолепный косметолог. И очень много интересного привезла. И уже к ней маленькую очередь выстраиваться. Мы сейчас ведем серьезную работу о том, чтобы, как сказать, более научный подход в плане косметологии подвести. То есть, мы сейчас пытаемся внедрить в сознание женщин, что прежде чем идти, давайте определим генетический код кожи. Мы заключили договор с ведущим московским институт, с новосибирским, который является у нас просто лидером. В общем-то, относительно недорогая процедура. То есть, обычный... Чтобы узнать код кожи. Да, и мы берем... У нас уже есть клиенты. Они дают прекрасные рекомендации. Как она будет вести. Как будет ее воспаление происходить. Индивидуальная программа. Индивидуальная программа можно выработать. Очень хочется... Ну, как сказать... Рубили дрова топором, но все-таки электропилата появилась потом. Как-то веселее стало. Легче, да? В атаку ходили с винтовкой, с штыком. То все-таки как-то там что-то, не знаю, танки какие-то, чтобы полегче жить было, да? Ну, надо менять внутренний подход. Мне вот это так хочется, честно. Ну, я такой неленивый парень сам по себе. И мне вот хочется, чтобы у нас было все, ну, не хуже, чем... Вот я в Израиле часто вижу, у меня там ребенок, да? Я там посещаю разных каких-то знакомых, друзей. Вижу, что вот, ну... Вот как бы слово продвинутое, да? Вот более продвинутое. Не знаю, хотят больше. Хотят. Мне всегда обидно за своих соотечественников, да? Которые как-то, ну, зажатые в определенном смысле слова, да? Ну, типа не так хорошо все, что есть. А это не так. Так, возможности колоссальные. Я боюсь сказать, что вот люди у нас, в общем-то, научились деньги зарабатывать. Научитесь их тратить. Честно. Вот я говорю это практически всем, что если вы покупаете Мерседес и платите за эти 100 тысяч долларов, и у вас руки при этом не трясутся. Ну, почему же о своем здоровье в внешнем виде, да? Вы думаете, там, надо это делать, не надо это делать. Не будет здоровья. Зачем вам тогда машина? Ну, условно говоря, да? Не будет красоты. Может быть, и машина вас не обрадует. Ну, вот я могу только одно сказать. В завершении нашей программы. Я говорю, Владимир Захарович, что медицинский центр «ЭЛАДА» это, вот для меня этот медицинский центр, который, я не знаю, он первым появился у нас. Ну, не первый появился, но дольше всего. Было такое ощущение, что да. Знаете, в армии говорят, знаете, старший не тот, кто больше послужил, а кого меньше осталось. Я вот не в этом смысле, а в том, что мы давно на рынке. Мы давно на рынке. И открывались фирмы, взлетали, закрывали, а мы стабильно идем вперед, ну, потому что есть понимание. Это очень приятно, что все новые технологии, которые сейчас в мире открыты для применения, в вашем центре в первую очередь вы стараетесь внедрить, предоставить эти услуги горожанам. Как стараемся. Предоставить эти услуги горожанам. Ну, мы должны направить тех, кто заинтересован в том, чтобы заботиться о себе, в том, чтобы поддерживать свое здоровье, красоту и молодость, где находится медицинский центр. И я так понимаю, что можно и позвонить, и прийти, и получить полную консультацию. По любому вопросу. Потому что мы же рассказывали, что у вас еще клиника более есть. Сейчас буду телефон называть. Есть сайт. Да, есть сайт. 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 Это находится сам центр на улице Ленина, 80. Да, это центральная гостиница. Это центральная гостиница, да, чуть ниже ресторана «Россия». Совершенно верно. У нас вход там, как в Кремль, поэтому его не замесли. Не промахнешься, что называется. Большое спасибо. Это была программа «Слушайте доктора». У нас в гостях был Владимир Стейсин, генеральный директор медицинского центра «ЭЛАДА». Действительно, слушайте доктора. Консультируйтесь в первую очередь с врачом. Делайте правильный выбор. До свидания. До свидания. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.